Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я, Татьяна Ташута, и мы рассмотрим с вами очень душесчипательную тему Почему у нас плохая у клиентов носка ресниц? И я вам помогу узнать, как избежать осыпания ресничек Дорогие мастера, мы с вами умеем управлять реальностью, так почему бы нам интеллектуально не научиться управлять ноской ресниц? Сегодня мы с вами рассмотрим три пункта, которые помогут нам искоренить плохую носку ресниц Дорогие мастера, один из первых пунктов, которые мы с вами будем рассматривать, это качественная очистка ресниц Но иногда для кого-то кажется, что это такая мелочь, очистка ресниц, но я сейчас смогу вас полностью переубедить в обратном Если мы рассмотрим ресницу под микроскопом, она имеет действительно чешуйки, это верхний слой, который покрывает ресницу Этот слой очень сильно забивается ороговевшими клетками самой ресницы, ороговевшими клетками кожи и эпителия вокруг зоны ресницы Это все полностью набивается и закрывает эти чешуйки Далее, муциновый слой После сна у каждого клиента выделяется, вы знаете, какая-нибудь слизь, возможно Это все также попадает на наши реснички Это называется муциновый слой И следующее, это свой собственный белок, который есть у ресниц, он также имеет свойство откладываться в эти чешуйки И давайте теперь представим, что к вам пришел клиент, пускай даже он и умывался И не забывайте, что возле каждой реснички есть железа, которая выделяет жировой фермент и тоже обволакивает ресницу Давайте представим, что к вам пришел клиент умытый, все хорошо, глазки чистые Неужели мы будем пропускать процесс очистки? Ни в коем случае, даже если у вашего клиента не было косметики, а тем более, если была косметика Она точно так же будет забиваться под чешуйки ресницы и откладываться невидимым слоем, который не видим невооруженному глазу Его можно рассмотреть только под микроскопом И давайте представим, что со всем этим букетом к нам пришел клиент Поверьте, если он умоется и мы не будем применять профессиональную косметику, все равно носка ресниц у нас будет ухудшаться Поэтому ни в коем случае упускать процесс очистки ресниц нельзя И сегодняшняя с вами тема, я еще раз напоминаю, это успешный залог качественной носки И как сделать так, чтобы не сыпались ресницы Не хочу для вас быть примитивной, но думаю, что напротив пункта очистка вы для себя обязательно поставили галочку И понимаете, что ресницы не только после макияжа пачкаются, когда приходит клиент Но также и своя родная ресница имеет свойство забивать полностью все чешуйки Для качественной носки, для того, чтобы хорошо проникал клей и была очень плотная сцепка Необходимо полностью удалить все остатки И тогда клей сможет их заполнить и у вас будет очень хорошая успешная носка Следующим пунктом, который мы будем рассматривать, это процесс присушивания Это очень важный момент и справиться с ним могут только спиртовые обезжириватели Рассказываю вам почему Спирт имеет свойство забирать влагу, высушивать ресницу И после того, как вы сделали качественную, офигенную, классную очистку ресниц У вас остаются чешуйки, но у вас у ресницы остается все равно ее натуральная влага То есть 3% средний, это средний показатель, у клиента находится влаги на его реснице Для того, чтобы нам начать процесс наращивания, необходимо полностью присушить ресницу и удалить из нее всю влагу Тогда у вас будет только хорошая и качественная носка Я думаю, вы согласитесь со мной, что процесс присушивания является неотъемлемой частью Если согласны, пишите в комментариях и ставим здесь тоже галочку Следующий пункт, который мы с вами будем рассматривать, это гигиена Необходимо ее соблюдать Мастера по наращиванию ресниц несут очень большую ответственность перед клиентом Поэтому никогда не упускайте этот момент Сейчас мы с вами работаем... Что такое? Сейчас мы с вами говорим о очень важных моментах для того, чтобы у нас была успешная и качественная носка И дошли к пункту гигиена Но я бы хотела ваше внимание обратить на то, что лэш-мастера Пожалуйста, обращайте внимание на то, как вы подходите к этому пункту Потому что гигиена должна заключаться не только в том, что вы нанесли там средства для дезинфекции на реснички Но также вы должны полностью дезинфицировать зону, с которой вы работаете Это можно использовать вот такие специальные дезинфекторы И протирать поверхность, ваши тумбочки, ваше рабочее место Следующее, что необходимо сделать, это дезинфекция ваших инструментов Есть такие средства, как сурфаниоз и амиоз На одну чайную ложечку замачиваем в растворе, на полчасика ложим свои пинцетики туда И вуаля, вы достаете очень чистые инструменты, с которыми приятно работать И вы никогда не будете переживать, что можете занести в глазки своему клиенту Также хочу обратить ваше внимание на экспресс-дезинфекцию для ручек Я ее подбирала специально для себя Это очень важно, потому что каждый из мастеров должен беречь свои ручки Для того, чтобы они не шелушились, чтобы наша кожа с возрастом сохранялась максимально красивой, бархатистой И этот дезинфектор специально разработан для рук Вы можете его смело использовать и не переживать за свою кожу Дорогие мастера, сегодня мы начали с вами рассматривать очень обширную глобальную тему Это носка ресниц И у нас сегодня только первое видео по ней Мы уже нашли три пункта, которым нужно следовать, для того, чтобы была качественная, успешная носка Но и к ней есть всего лишь одно решение Это обезжириватель торговой марки Ташута Который вы можете приобрести по контактам, которые будут указаны ниже под видео Также я вам хочу предложить обзор на свои материалы Это шампунь для демакияжа и очистки ресниц Если к вам приходит клиент с остатками макияжа Либо с водостойкой тушью Я вам рекомендую использовать эту шампунь Потому что она проникает между каждой ресничкой Ее структура позволяет очень глубоко проникать Даже не так, как мицеллярная вода Мицеллярная вода никогда с этим не справится И после этого вы уже приступаете к процессу обезжиривания ресниц На этом мое видео подходит к концу Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И до скорых встреч в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok